Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я веду Карфаген к победе в древнем мире. Old World. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу появляется. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. В общем, пока у меня война с нумидийцами идет, а с Римом мы в очень хороших отношениях, у нас мир. И моя королева Дидона уже четвертую серию, я с ней начинаю. Отлично правление, по-моему, проходит. Уже три амбиции выполнено. Не думаю, что, правда, четвертую успею до ее смерти, но тем не менее. Тем не менее. Так. Ну, что тут у нас за события? Табиба. Это, по-моему, следующая в очереди на трона дочка моего наследника. То есть, внучка. Ну, ничего такая. Нормально. Передается. То есть, ей не нравится один из военных советников, вот этот Раби. И она просит, чтобы он был убран. И чтобы она была единственным великим солдатом во внутреннем круге. Так. Ну, вообще, я бы к ней не прислушивался, потому что... Нафиг, он тоже хороший солдат. То, что она ко мне будет не очень хорошо относиться, мне кажется, пофиг. Ну, ко мне, в смысле, к дедоне, потому что... Мне кажется, скоро умрет. Да, я выберу, что это мой солдат Раби, мой ценный советник. Вот так. Еще один из детей. Даже фиг знает кого. Ну, группа подростков, скажем так, ну, или детей, гнала и пугала кота вдоль улицы, смеялась и тыкала в него палками. Солдат Раби заметил, что вот этот Отр следил за... с интересом за происходящим. Какой ему совет дадим? Атаковать пацанов, тогда Отр получит 1, плюс 1 к храбрости. Отвлечь пацанов, рассказав смешную историю, плюс 1 к харизме. Подождать, пока будет безопасно и вылечить кота, плюс 1 к дисциплине и ничего не делать, плюс 1 к мудрости, потому что подростки всегда гоняют котов. Ну, конечно, это касается того, как бы ролевая игра, да, а с другой стороны, какую мы хотим? Я бы, наверное, мудрости дал. Вот так выберем. Так, дальше что мы будем исследовать? Жалко, не попадается усиленца. Давайте драму. Самая... осталась небольшая теха. Вакт солидарности жителей собрата. Это город. Так, либо рабочего получим в собрате, либо топорщика. Топорщика, блин. Я бы, наверное... Ну, топорщиков, если воина, эксмана получил. Рабочий у меня тут есть, в принципе. Вообще у меня рабочие. Приличное количество. Я, наверное, юниты... Хочу получить. Так. Этот у нас строит лагерь. Почему я не могу его строить? А, я уже все приказы использовал. В конце прошлой серии. Ну, все, тогда заканчиваем ход. Будем следить за тем, как будут медийцы. Ну, в принципе, я не вижу каких-то проблем особых. Так, там варвары нападают. Рим начинает висячие сады строить. Так, а я сетли расстрою? Да, строю в Карфагене. Это вот мне вот сюда, чтобы заселять дальше территории. О, тут надо важно выбрать. Потому что это все-таки следующая правительница. Так, что у нас все по семьям. 190, 180. Ну, в принципе, они одинаковые. К ним отношения. Так, что будем выбирать по... Так, вот это... О, Раби-солдат, вроде, в которого она предлагала убрать. Это, конечно, прикол, если его назначить... Ее мужем. Вот это недисциплинированно. Это мне не нравится. А этот храбрый. Я думаю, он найдет общий язык. Давайте назначаем его мужем. Неужели Дедон еще и до правнуков доживет? Давайте глянем. Это она внучка? Вот выдали ее замуж. Еще правнуки должны быть. По идее, следующим ходом. Так, тут пастбище построено, да? Так, ну я в Ходрометуме бараки все хотел сделать. Наверное, пора. Да, тут ставлю. Теперь, видите, тут холм. По идее, может лучше вот здесь, где эти скрабы. Просто на холме можно будет в будущем... Смотрите, еще оливки. Тени оливки, это у нас... Благовония, по-моему, здесь нет. Или вино. О, уже на деньги хорошие. Но я сначала хочу бараки, потому что этот у меня город на строительство юнитов. Так, давайте здесь. Вот сразу сюда идти, конечно. Так, тут лагерь. Так, здесь порт готов. Я бы еще порт здесь строил. То есть все в соседях, чтобы было. Кстати, мне бы вот сюда еще специалиста на самом деле. В одну из этих... Я тоже поставлю. Тогда у нас присоединятся вот эти клетки. И тут еще порт надо будет... А, подождите, порт, по-моему... Порт прям в открытом море вот так не строится. Да, он должен быть рядом с какой-то... Местностью. Тем не менее, я бы все равно тут специалиста... Сделал. Ладно, еще подумаю. Пока поселенец строится. Так, кадромету мячу мы построили. Сокровищницу первого уровня, да? Ну, я думаю, пора Беремо уже строить. Или еще... Давайте еще архив первого уровня построим. Дерево я сейчас потрачу на апгрейд прачников. Лучше. О, дерево. Так. Оскакали юниты. Конечно, дорогу надо проводить еще. И прямо отсюда уже могу обстреливать. Ух ты, еще и Крит прошел. Наверное, можно добивать... Сразу. Так, когда вы обыскивали руины нумидийского лагеря... Вы нашли какой-то артефакт, покрытый странными метками. Ваши скауты отмечают, что... Когда артефакт был открыт, что ли... Фантастическое существо появилось... Перед ними и сказала... Покинуть эту священную землю... Или... Столкнуться с... Необъяснимым... Со страшным проклятием. Так, как отреагируем на эти истории? Нонсенс. Так, обыскать руины. Только дураки верят в подобный нонсенс. Сохранить артефакт. И... Чтобы наши ученые могли исследовать его магию. Или оставить нумидийский... Давайте исследовать. Пойду в науку. Как раз у нас сразу... Драма открылась. И дальше... Так, боевого слона Мейсмена можем получить... А, подождите. Это вообще просто бесплатный слон. А это вот техи. Давайте слушать... Давайте бесплатного слона за два... года. По дереву технологии. Тут все исследовано. Нам вот сюда надо идти. Причем... У меня фаланга отмечена. Но я не думаю, что прям... Вот рампорт я бы открыл. Чтобы еще и... Шпион у меня появился. Так, пойдем. Уберу отметку. Нам вот сюда надо идти. Вообще, вот эти две я бы открывал. Тут тоже монастыри. Ну все, у медийцев два места. Потом, мне кажется, мне надо будет в Испанию управляться и там заселять. Территория. Блин, как у нас с Римом по поводу силы. Да, Рим намного сильнее. Ладно. Заканчиваем ход. Заканчиваем ход. Да, собственно, вот этими варварами. Там я с новиндийцами пока... Постою. А вот с варварами надо... О! А вот и правнучка Сурси. Ну Дидона вообще... У меня, конечно, в этой игре хороша. Сын. Аж до четвертого. То есть династия вообще в надежных руках, я бы так сказал. Так. Делегация из Рима прибыла с предложением свадьбы для Балхана Молодого. Или принцесса Марсия, на два года старше, но дисциплинированная и красивая. Либо ровесница Сульпиция, герой. Генерал у нас восемнадцатилетний. С тремя храбростями. С тре... Храбрая, значит. Тройка храбрая. Так. Ну я бы, наверное, вот эту героиню... То есть, какой-то тоже прикольный чувак. А это вообще кто? Он уже не... Да, он в побочной ветве. Совершенно. Слушайте, так тут мы так через браки очень неплохо можно... Отношения улучшить. Так. Может... Про... А, мне пока нету железа. А, значит. Надо с этими варварами разобраться. Уже. Пора. Жалко генералов у меня нету. Слушайте, у меня уже две тысячи цивиков накопилось. Надо бы что-то куда-то их потратить. О, он как губернатор минус пятьдесят процентов к улучшениям строительству. Либо десять... Пускай... То есть, он хочет смотреть за дебатами в правлении. Ну, давайте. Прокачаем. Он, правда, еще маленький. Он еще не будет... Так. И этого давайте отправим в Гамилькар. Давайте в тактику. Все еще мало генералов. Так. Тут еще гарнизон строится. Ага. Тут рыбацкие лодки сделали. Давайте, наверное... Да. Давайте я, наверное, здесь причал. Сделаю порт вот тут. Так. А этот лесопилку сделал. Что мы тут можем... Адеон. Это амфитеатр, видимо. Что он по-другому стал называться? О, давайте. Вот это... Вот это светилище. Чтоб юниты все с прокачкой хиллер появлялись. Вот тут, наверное... Подожди. Я тут пока не смогу. Там надо два городских... А, хотя он и рядом с центром города строится. Да? Тогда нет. Нормально. Сюда. Сюда. И... Вот это-то. Светилище. Эшмун. Отличненько. Так. Что мы здесь? Форум второго уровня готов. Теперь архив строим. И с юнитами. Этот хай тут стоит. Так. А этим я походил здесь, да? Да. Я походил. Поэтому подходим. Обстреливать. И подводим эти юниты. Отличненько. Шесть лучше. Сейчас я гарнизон дострою. Это будет третье уже из шести. Следующим ходом. Светилище. Четвертое. Жалко, что... Внебрачная дочь Аришат. Какой-то из внуков. Вот этот. Понятно. Ну, генеральша не очень, видимо. Героиня раз. Внебрачного сына. Надыбл. Да, третье. Зато хадромедами мы можем нанять губернатора. Так, королеву, наверное, не особо хочу. Два цивика за каждый уровень культуры. Это не совсем... Не сюда надо. Блин. Видимо, принцессу консорт назначаем. Остальные как-то мне не очень. Да, слушайте, давайте глянем, что я могу с цивиками. А то они у меня две тысячи и что дальше? Во, давайте примем какие-нибудь. Так. Тирания. Либо конституция. Конституцию давайте. И колонизация. Можно покупать клетки. Либо... Либо... Крепостничество. 20% выхлопа... От ферм, да. Лучше крепостничество. Теперь... Религии давайте что-нибудь примем. Монастыри 20 денег вход будут давать. Но я еще монастыри как-то не могу строить. А, ну это все на монастыри туда. Либо три культуры вход, либо 20 денег, либо два цивика. Потом это будут вести либо вот храмы... Каждый храм половину приказа. Либо каждый храм половину науки. Причем это дедонцы хотят. И, наконец, либо просветление. Это уже кафедральные соборы. Каждый житель плюс одну еду. Либо минус несчастье. Я так понимаю, что вот тут так сделано... Тут невозможно все вот так вот принять. То есть ты что-то одно принимаешь и дальше вот идешь по... Либо выхлоп 20%. Ну, я бы взял на цивике все-таки. А, не могу... А, я вспомнил. Это не так принимается. Это ты должен... Мы должны... Вот, вот. Вот так. И тут вот принимаем. Но тогда юнит исчезнет. Я лучше хочу распространить иудаизм в Карфаген. Причем, кстати, достаточно просто быть на территории. Даже не обязательно до Карфагена самого добираться. Вот. Распространяем. Распространяем иудаизм. Чтобы в Карфагене можно было строить этих последователей. Так, теперь... Этого апну. А, должен быть вылечен. Ладно, давайте я вылечу его следующим ходом. Так. Так. Слоник появился. Мне кажется, тут я уже справлюсь вот этой армией. Поэтому давайте слона... А слона-то я и не заметил. Давайте слона сюда перебрасывать. Так. Гарнизон. А тут давайте плантации уже. Все-таки две культуры и десять денег нормально будет. Собрать и мы иудейского миссионера сделали. Давайте форум. Так. Сообщение от вашего наследника Гамилькара. О, интересно, до Ганнибала мы дойдем когда-нибудь? Кстати, Гамилькар... То, что он военным становится нормально. Как раз историчненько. Ну да, правда, Гамилькар-барка. Тут не Гамилькар-барка явно. Просто Гамилькар. Последние несколько недель Гамилькар выживал в лесах и учился как дикую природу себе на пользу использовать. Видимо, он командиром становится. Либо Шимор. Не знаю, что такое Шимор. Ну, он же у меня не следующий. То есть он лидером не сможет стать. Ведь там есть миссия у лидера приемный ребенок. Ну, минус... Нет, давайте дисциплина и храбрость. А так тут, конечно, четыре мудрости, но я его хочу, чтобы он был таки военным. Член семьи Барсидов против того, что Рим выбрал тиранию. Один из... Их... Про... Как эта фигня называется, господи? Один из их законов тирания. Не все согласны в правлении с Барсидами. Ну, я, наверное, испорчу немножко с ними отношения. 140, в принципе. Давайте. Как тут у нас вообще... О, может им кинуть... Давайте дадим им... Я так понимаю, что вот этот... Тем более у нас их три штуки. Давайте отправим им. И можно дедонинцем, кстати. Ух ты, сколько у нас. Ну, это моя основная правящая семья. Тем более мы сейчас тут получим еще. Вот как надо, видимо, люксы тут использовать. Торговую миссию с Римом. Давайте попробуем заключить. Ну, надо как-то куда-то девать цивики. Канцлер торговую миссию отправляет. Так, и тут... В первую очередь Римпортс, наверное, откроем. Потому что монастыри я пока не буду строить. Ну, потому что монастыри строятся этими миссионерами иудейскими. Я пока их... Я пока ими распространяю. Ммм... генерала все еще нету да ладно заканчиваем ход мне мой карфагенчик нравится красивенький беленький чистенький пока римские орды не набежали все-таки вон у него появился и легитимный сын тоже как этого апм о генерала можно наконец-то давайте генерала слону д а нет тут а ну да второй уровень должен к эти давайте слона прокачаем блин зря в прошлый раз этого не сделал а тогда генерала вот этому парню добавим а и тут нет уровня ну ничего себе андой всегда убьем лагерь построен до мрамора жалко не добираемся пока так ну тут давайте бараки делать то это тоже не военный город все-таки или гарнизон гарнизон мне надо везде чтобы были губернаторы в городах в региусе форум достроили архив а узи и архив просто так поехали воевать там я всеми юнитами походил против варваров да так что этих видео конечно очень тяжелая местность для прохода так какой мы вначале будем наверно вот этот все-таки лагерь сначала ой фига себе тут раз два три 4 5 6 7 8 9 10 лучше не могут эту коляску убить кстати один генерал у нас давайте наверное сюда добавлю генерала мне кажется тут надо постараться так прокачивать ним а не могу то что давайте давайте наверное перболиста дадим потому что он немножко раненый калечится мой тут можно дать тоже мне кажется сейчас много урона нанесут этому юниту так этот сейчас на миссии да да видите написано два года мишин трейд мишин с римом два года я так понимаю будет он что-либо делать посол у нас тоже классный но мне надо давайте уже в пудрометуме наверно будем все-таки берем устроить мне надо другие государства находить и с ними торговать обчислить какой там счет принципе блин деду не 67 лет так долго прожила для древнего мира это конечно долгий срок молодец восхищен ее правлением как она все все делает молодец началось 4 хп 1 хп 4 хп это какие-то новые она не больше подойти не могут слава богу христианство вдохе то вавилон охренеть где вообще ухты нифига себе карта какая огромная слушайте ну да тут можно вполне 36 очков набрать 36 городов поставить просто ну и плюс чудеса какие-то кстати какими чудеса можно строить зигурат святой город любой религии ну кстати зигурат 600 камня меня камня малыми ведь для всех чудес довольно мало камня колосс кстати неплохо было бы построить ладно пока не будем этим заниматься эти ленькие события илдаш из гиппорегиуса умер лидеры многих наций прибыли на похороны ильдаша включая рум все хочется говорить румынскую королевскую семью как и молодая наследница марсия выпив больше вина чем требовалось она стала слишком разговорчивой ну короче оскорбила народ антония это короче антония заставила марсию извиниться что как мы на это реагируем либо не требуется извинений тогда у марсии минус харизма будет но у нас они минус харизма до и королева рима так либо этот это это происшествие как отражение румынской королевской семьи того что происходит королевской семье ну в общем первый вариант сделает что королева рима будет нам обязана а это отнесется к нам с любовью ну а вот эти варианты минус риму давайте наверно вот этот выберем так о наш посол накопил ну харизму конечно харизма нужно для посол либо ну это нафиг надо она же не генерал так и дальше мы будем исследовать форт давайте это пять пять лет все таки так мы открыли я так понял стены и стены а и шпиона и шпиона можем назначить отлично у нас единственное о следующее блин опасно вообще то следующую в престолу наследие шпионом делать ну фиг с ним давайте попробуем в рим внедриться мы его всю территорию увидим пускай так что дальше так вот у нас разрушено надо починить в городах в кадромет здесь мы еще архив наверное сделаем а в кадрометуме уже давайте все таки берему блин чего не хватает а железа не хватает но я куплю давайте 28 монет надо берем устроить и плавать по побережью так поехали кто тут к нам лезет блин я конечно могу убить и она дальше кстати пройдет еще но я боюсь тогда как она этой колесницы так а что у меня там все походили а вот этим еще могу блин жалко я вперед не могу выйти я боюсь тут лучником наваляют ну ладно тут их всего трое я не думаю что тут больше ладно ставим как есть так что у нас тут звук издают конечно слоны лечится и последние приказы отличненько заканчиваем год так меня тут конечно беспокоит больше всего все реально как в древнем мире мы на границах нашей империи у нас столкновение с варварами и кочевыми племенами то что он на этого нападает меня устраивает мне главное чтобы моего моих лучников не замочили нормально а только только мы прокачали посла она умерла на следующий ход так но у нас еще много кстати неплохие послы вон 40 харизма кстати от барсидов мы вот пошлем и у нас улучшится отношение с барсидами нет не улучшилось странно оливки кстати есть давайте оливки барсидам еще ну потому что у меня все воины барсидские практически знаете синие видите это от семьи барсидов блин что-то демоны окружают что-то демоны окружают видите топорщики видите еще был убит этот юнит топорщики наносят урон вокруг себя поэтому их желательно вперед вот так вот выводить хорошо тут хорошо побились так наш канцлер бадаштарт успешно завершил о торговый путь так что у нас предлагают мы получаем 36 монет за 40 лет а риму мы даем 5 цивиков либо 36 монет и один приказ блин мне приказов не хватает а цивиков ну наверно на цивики давайте с другой стороны и денег как бы дофига идет ладно ну хорошая миссия нормально так одаренный изобретатель в карфагене как мы его блин я бы конечно солдата лучше взял то есть военного инженера из него сделаем да и странно почему он вот видите мне этого генерала желательно назначать стреляющий юнит потому что вот это плюс одна один радиус не будет действовать на слона как вы понимаете у меня по-моему есть один стреляющий юнит без генерала как раз которым когда-то командовала это королева пока 60 лет ей не исполнилось она не ушла на покой давайте мы наверное какое-то улучшение еще сделаем вот в этом месте уберем ферму одну тут просто а хотя не лучше вот здесь просто не так много клеток у карфагена так нужно ли мне тут культура я думаю нет святилище но одно святилище у нас тут стоит и так на еду бараки строить здесь короче не хочу давайте просто просто эту лесопилку да тебе надо как-то больше побольше этих на железо добычу сделать тут две на железо сделаю пожалуй так этот лечится все закончены приказы но эти метатели копья они сейчас будут стрелять по моему маленькому слонику бедненькому пытаться пробить его толстую шкуру тут хорошие хорошее место тут мало прохода так публичный праздник богатейшие жители гадруметума гадруметума наверное правильно желают провести публичный праздник в честь процветания их города они попросили губернатора принцессу консорта атью и фабию занять почетное место что мы сделаем так покажем хорошие манеры получит плюс один к дисциплине отдадим несъеденную еду беднякам плюс к харизме либо сохраним и съеденную еду для будущих если тяжелых дней если пойдет так один и два науки вход шесть десятых цивика и три давайте науку давайте мудрость получим так ну слушайте я через два хода выполню еще одну амбицию прикиньте прикиньте так скоро очередной город будет основан и два поселения нумидийцев останется убить так я здесь хочу генерала добавить еще дополнительный радиус так ну к сожалению из-за зоны контроля я не могу вот сюда проникнуть по моему так бы я мог нанести урон сразу двум я думаю мы и так неплохо его мочканем так здесь порт я сделал ну давайте здесь наверно шахту ну давайте здесь наверно шахту так бараки готовы может может еще бараков как бы вот этот город у меня на юниты будет давайте наверно еще почему нет это дополнительную дает дополнительные военные очки благодаря чему тут юниты быстрее строятся и можно собственно здесь еще и специалистов сделать на военные нужды так шесть приказов осталось ну я бы здесь использовал их видите я могу сразу атаковать дальше слоном потому что опять же это верховой юнит если он убивает юнит то я могу дальше продолжать так все зачистим этот лагерь наконец то отомстим за скаута валеру которого когда то давным давно и эти мордовали а эти убили потом сволочи так а сколько тут будет вообще открываться рим еще какие то о открыли полностью территорию рима вот видите как шпион работает так сиракузы здесь нора аллерия кунео равенна у красиво конечно так веруном рим а где неаполь блин капая брундизиум ну кстати название городов именно такие где они находились в это время правда на месте капуи наверно должен неаполь быть а где везуи 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 что то не видно интересно там все уже конец карты будет как бы дальше не двигается да я думаю что вот это конец карты просто ну и испания не заселена римом что очень хорошо так что еще у нас ну у меня пока больше никто не встречен поэтому мне некуда больше отправлять моего шпиона так новое предложение для герцога гамилькара от магонидов или от барсидов ну я наверное барсидскую выберу ну и тем более что она даже и получше да давайте так с трудом можно узнать молодого человека который вернулся с тренировки герцог гамилькар провел последние несколько лет обучаясь чтобы стать полезным членом правления и сейчас готов служить так он студент тактик мы его сделаем либо провести парад 60 опыта он получит либо никаких празднеств просто плюс одну давайте парад проведем почему нет зачем мне ему деньги так я случайно не могу его использовать как генерала нет я вот не понимаю как они тут появляются так давайте тут хотя не подождите давайте сначала город поставим ну и наверное вот сюда да да сюда хочу и это будет город наверное дедониев блин минус 7 из-за дистанции но это дистанция от других городов как бы считается понимаете вот поэтому например барсицкий вообще тут не имеет смысла минус 25 аж вы сейчас известны как великая ну конечно эти дона великой стала ой а галов встретил сбежавшие пленники галов достигли картены но за ними гонятся охотники за головами галы требуют чтобы мы вернули этих людей которые вне закона чтобы они смогли ну я бы я бы с галами наверное портил отношения я думаю то есть что во первых что они могут сделать через через океан во вторых мы их все равно будем зачищать чтобы там потом города ставить давайте наверное сразу жителя получим так сделаем ну что они там не могут сделать ничего хотя и франция не заселена еще это явно очень интересно как тут будет карта еще нарисована так лечимся ой тут как-то больно слоника обижают видите сразу показывает что нескольким урон нанесет ну тут слабенько потому что он стоит в гарнизоне как бы в защите там у него плюс к защите а на этом ребят мы тогда топорщиками нашими вынесем последнее улучшение осталось и следующим ходом оно будет построено в общем-то а не хватает приказа так ладно для кого-нибудь юнита тут влечение поставим просто пропускаем а это ход у нас уже приказов не осталось так архив готов это у нас культурный город да наверное рабочего сделаем так а в картине форум а в собратья а что мы построили форум построили да давайте может здесь еще одного последователя иудаизма сделаем боже как как велика дедона 71 год там наверное вся семья уже думает а ты сдохнешь уже дайте особенно вот этот бадаштарт следующий о выполнили амбицию блин в течение правления одного лидера выполнили 4 амбиции это половину победы считайте сделали ну я думаю на этой радостной ноте я закончу эту серию по-моему неплохо идет пока такое развитие видите уже рим видим не знаю может мы как бы повернем историю и с римом будем в дружбе в союзе по-другому все пойдет у нас ну посмотрим как оно будет там еще дальше развиваться надо еще эту испанию зачищать селиться там все впереди у нас как раз следующим ходом берема появится первый морской юнит мы пока еще не можем пересекать это море жалко что тут закрыто поплыли бы америку открывать ладно напоминаю что спонсоры канала продолжение могут прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра пишите ваше впечатление в комментариях всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока